Дорожное движение Везде по всей сети приняты меры для того, чтобы обеспечить бесперебойный пропуск техники. Везде по всей сети приняты меры для того, чтобы обеспечить бесперебойный пропуск техники. Для того, чтобы нашим телезрителям было понятно, мы серьезную работу провели для того, чтобы подготовиться к зимнему содержанию наших автомобильных дорог. В соответствии с приказом Факуопердора «Кавказ» мы выполнили все мероприятия, которые были намечены практически в стопроцентном объеме. И противоголедный материал, и песок, и реагенты, и техника, и теплые боксы, и площадки отдельные для стоянки дежурного транспорта и так далее. Все в целом 100% подготовлено к зимнему содержанию автомобильных дорог. Это вот первая часть, я думаю, что это очень немаловажно. И вторая часть, это связано с тем, что необходимо для того, чтобы принимать какие-то меры, необходимо знать ситуацию на дороге. Вот для того, чтобы ситуацию на дороге знать, у нас есть система метеообеспечения, так называемая, которая дает нам каждые полчаса новую информацию о том, что происходит на наших дорогах. Вот таких 12 точек, они просматриваются таким образом. На Кавказе, если вот подъезд в Черкесску со стороны Ставрополя смотреть, это вот Эркинхалк, Адельхалк, вот эта точка, вот эта точка, камера стоит, на мосту Истакаде камера стоит, кроме этого на Кумышском мосту камера стоит. Затем 65-й километр, это район Нижней Тиберды, стык. Затем Черкес-Домбай, Тибердинский бывший шлагбаум, въезд в заповедную зону там стоит. И в самом Домбайе, значит, то же самое, две камеры. Что касается Лермонтов, Черкес с этой стороны на мосту БСК стоит камера, около Кавказского прямо стоит камера. Затем камера стоит на МЦО Архизе, если поворачиваем от Кумышского моста, и это на 7-м километре, вот там пригорочек есть такой, значит, там показывает. 49-й километр, это Букова, напротив Букова показывает. И почти на въезде в Архиз, 69-й километр, на въезде в Архиз, следующая камера. И последняя, 12-я камера на САО, на самом верху. Вот эти 12 точек мы смотрим в диспетчерская служба филиала круглые сутки, и в режиме, в получасовом режиме мы можем все время наблюдать, что у нас на дороге происходит. Исходя из этого, диспетчерская служба имеет связь круглосуточную с диспетчерской службой наших подрядчиков. Основные подрядчики, которые занимаются содержанием, это ООО «Дороги», это ООО «Деп-162» и ООО «Дорсервис» в Зеленчугской, который обслуживает САО. Кроме этого, ООО «Дороги» обслуживают искусственные сооружения. Вот со всеми ими у нас круглосуточная связь, и мы можем в любую минуту посмотреть и нашим подрядчикам, сделать соответствующие замечания, или сказать им о том, что где надо работать и каким образом надо работать. То же самое мы видим на этих участках состояние самих дорог. По поселку Дамбай, по городу Тиберда, есть две камеры, которые показывают ситуацию в режиме реального времени, онлайн. Поэтому, как только какие-то вопросы возникают, включаем онлайн, и мы видим картинку, как она есть. Я говорил о том, что вот все дороги просматриваются, более того, на этих участках видно, снег лежит на проезжей части, снег лежит на обочине, снег лежит на тротуаре, под барьерным ограждением снег, под пешеходным ограждением снег и так далее, и так далее. Значит, все это просматривается. Более того, в ночное время видно, есть освещение или нет освещения. Поэтому вот эта система метеообеспечения, которую нам установили, она позволяет владеть ситуацией, владеть обстановкой. Ну и если речь вести о подготовке техники, только сегодняшний день могу сказать, что сводная таблица, которая у нас есть, вот с утра сегодня на федеральной сети дорог нашей работало 23 автомобиля комбинированной дорожной машины, называется КДМ, значит, 7 погрузчиков и 55 дорожных рабочих. Много-мало такое, но по мере необходимости подрядчики эту работу, значит, регулируют, увеличивают, уменьшают и так далее. Поэтому вот наша важнейшая задача, хотя, конечно, у дорожников круглогодичная напряженная работа. Почему? Потому что зимой это снег, весной, осенью это дождь, ветер и прочие-прочие дела. Летом мы полностью лето, осенью, весну занимаемся выполнением программы дорожных работ, объем которых тоже достаточно большой. Но чтобы телезрителям было понятно, только сегодня, только в этом году мы, значит, ремонтируем, капитально ремонтируем, реконструируем 13 объектов. Вот на сегодняшний день из них 10 объектов уже завершены, сданы в эксплуатацию, остается 3. Два капитальных ремонта в Джигуте и в Архизе и один капитальный ремонт на мосту Смертная Балка. Поэтому вот этот большой объем работы, который мы выполняем летом, позволяет существенно улучшить транспортно-эксплуатационное состояние наших федеральных дорог. Естественно, чем лучше состояние дорог, тем легче обслуживать, тем легче содержать эти дороги. И тем легче обеспечивает решать нашу главную задачу, которую нам поручено, это обеспечить круглогодично, круглосуточно, бесперебойный, безопасный пропуск автомобильного транспорта. Можно абсолютно однозначно сказать, что ни одна машина из-за того, что дорога была в плохом состоянии, значит, проехать не могла, такой машины нет. Все, кто ехал по дороге, они проехали, не исключая того, что во время снегопада не может, чтобы на дороге не было вообще снега. Вот нормативы, которые у нас есть, это 5-6 часов для того, чтобы после снегопада привести дорогу в нормативное состояние. И эту задачу в основном наши подрядчики выполняют, значит, за исключением тех случаев, когда ситуация, ну, чрезвычайная ситуация, когда очень сильный снегопад, длительный, там и так далее, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok